О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Наглядное судебное пособие. Зачем защита Януковича принесла на заседание биты и коктейли Молотова? Договорились, чем завершились переговоры Брюсселя и Лондона и на какие уступки готова Британия? Бюджет не в ночь и не в канун Нового года. Народные избранники решили поломать традиции и утвердить главный финансовый документ до праздников. Сумеют ли вложиться в новый дедлайн и что еще может накалить атмосферу в зале до предела? Об этом в нашем сюжете. Рабочих две недели, задача все успеть. После двухнедельного перерыва главы фракции решают, чему посвятить предстоящее пленарное заседание. Среди глобальных документов бюджет во втором чтении рассматривать смету решили в четверг. Я надеюсь, что в этот год мы сможем бюджет принимать не в четверг-пятый ранку, как, на жаль, у нас это было уже в традиции, а Артур Герасимов, о другом или о третьем. Сегодня мы говорим про наибольший в истории бюджет Украины. Мы планируем поселить финансовую независимость громад. Майже половина денег, возведено в бюджете, складывают местные бюджеты. Будет продолженный эксперимент с ремонтом дорог, започаткованный президентом Украины. На бюджетную тему быстро сменилась земельная. Запрет на продажу сельхознодела выстекает 1 января. Заметно занервничала Батькивщина, требуя немедленно проголосовать за продление моратория. Я хочу сейчас попросить вас, господин Глава Верховной Рады, выполнить пункт регламента и поставить на голосование сейчас. И каждая фракция, я прошу, чтобы проголосовала за то, чтобы мы на этом сессийном тижне разглянули законопроект про продолжение моратория на 5 лет. Дальше требования звучали уже при выключенном микрофоне. Мы поддерживаем продолжение моратория на землю, про что, власне, хочется держать. Я не могу перебивать с женой, Андрей Володимирович. У меня не телехование, поэтому давайте, а вы нас завершите. Продолжить запланированное выступление лидерам фракции не удалось. Перешли к обсуждению земельных вопросов. У нас два тижня до нового года готовится расследование в комитете. И после того, как это будет расследование комитетом и сделаны выяснения, действительно, это поступит во фракции, мы будем принимать решение и поддерживать этот закон. В самом деле, есть большая загроза, что после принятия бюджета, если фракции и коалиции его принимают, в зале не будет людей. И поэтому принять закон о продолжении моратория будет практически невозможно. В итоге договорились, что комитет первым делом рассмотрит пять разных законопроектов, касающихся моратория на продажу земли. И есть шанс, что на этой неделе документы попадут в зал. Но мы все равно не верим в то, что говорят и что обещают. Мы на четверг, на ранок, а мы считаем, что это последний день, когда можно проголосовать мораторий. Мы собираем людей под Верховной Радой, запрошуем аграриев, запрошуем, чтобы они пришли к парламенту и не пошли звезды, пока не примутят проголосовать пролонгацию мораторию на продаж сельско-господарской земли. Кроме земельного ультиматума, фракции подготовили и другие. Самопомощь с фронтовиками настаивают на принятии так называемого закона о реинтеграции Донбасса. 17 листопада наш комитет с вопросом национальной безопасности и обороны рекомендували ввести этот законопроект в другом читании, враховавши понад 240 правок, почти 700 поданных. Мы требуем внести законопроект в сессийный зал для остаточного ввала. Я напоминаю, что позиция Народного фронта является последовательной и зрозуменной. Россию надо признать агрессором, закрепить за Кримом и Донбассом статус тимчасово окупованных территорий. Мы категорично против намаганий протягнуть через парламент закон 7163. Это так называемый закон про реинтеграцию, который на самом деле ничего с реинтеграцией территории Донбасса не имеет. Мы считаем, что это просто ликвидация всех усилий посредственной миссии, которая сейчас проходит за участием представителей США и представителей Российской Федерации. В общем, на высоких нотах и в противоречивом настроении лидеры фракции разошлись до завтра. И, похоже, запланированная повестка дня будет меняться на ходу. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Земельный кадастр заработает полностью до конца следующего года, пообещал президент во время форума объединенных территориальных громад. По словам Петра Порошенко, сейчас кадастр заполнен на 60%. В нем нет информации о 5 миллионах земельных участков. А без них говорить о создании рынка земли никто не будет. Также глава государства заявил, что в госбюджете следующего года, возможно, повысят минимальную планку заработной платы. За подсумками покращения инвестиционного климата и надхода до бюджета, мы сможем проанализовать за подсумками певречия или трех кварталов и принять решение о подвищении минимальной заработной платы до 4100 гривен. А вот премьер Владимир Гройсман предложил продолжить реформирование местного самоуправления. Он настаивает на подписании меморандума со всеми, кто участвует в децентрализации. Глава правительства считает, что это позволит достичь окончательной цели создания сильных территориальных громад. В проекте госбюджета на следующий год, напомню, заложено почти 2 миллиарда гривен на формирование инфраструктуры ОТГ. Нам нужно ликвидировать дублювание функций районных рад, администраций. Там, где в межах одного района уже створено 1, 2, 3 и больше громад, там должно быть повсюду, полноценное местное самоуправление на базе объединенных территориальных громад. Достойных пенсий и зарплат требовали сегодня возле Верховной Рады представители социалистической и социал-демократической партии. Они недовольны размером пенсии после очередной реформы и просят парламентариев внести изменения в проект госбюджета, который на этой неделе в четверг будут рассматривать во втором чтении. В этот день, 7 декабря, левые полицилы запланировали возле парламента масштабную акцию. К ним пообещали присоединиться и представители профсоюзов. Мы ж злидні, хіба можно за эти гроши? Я 1730 отримую, но можно за них сегодня прожить? На что вистачить? На хлеб и на воду? И за квартиру заплатить? Хай дают нам, чтобы мы жили, а не чтобы мы по мусорниках лазили. Этот бюджет антисоциальным, абсолютно антиконституционным. Этот бюджет порушивает все права и свободы, передбаченные у Украинской Конституции и международным правом. Мы требуем на этой акции и будем продолжать требовать весь тиждень борьбы за новый, принципово новый бюджет, пенсии минимальной 5 тысяч гривен, зарплаты минимальной 10 тысяч гривен. Мы требуем в бюджете подумать не про депутата, министра и премьера. Мы требуем в бюджете подумать про простую людину. Подмостки Ефемиды в Печерском райсуде Киева сегодня разыгралось настоящее представление. Адвокат беглого президента Януковича устроил балаган, который смогла прекратить только полиция. О коктейлях Молотова в зале заседаний Богдан Вербицкий. Печерский райсуд столицы, 9 утра. В зале продолжают рассматривать ходатайство ГПУ о начале заочного досудебного расследования в отношении экс-президента Януковича. Сегодня на повестке дня изучение материалов дела. Главный подозреваемый снова хочет попасть на телеэкраны, говорит его адвокат Виталий Сердюк. И просит разрешения на это у Печерского суда. Будем наполягать также на необходимости почути особенную думку, требуя обеспечить публичность этой справы. В Генпрокуратуре же хотят как можно скорее приступить к рассмотрению дела по сути. Сегодня мы, напевно, по часовому промежку закончим доследование видеодопыта Виктора Федоровича Януковича. По-дальше, если мы сегодня встегнем, напевно, будут заявлять свои клопотания о защите. И, напевно, они будут получать какие-то свои документы. Но вместо документов защита Януковича решила приобщить к делу довольно необычные материалы. Балаган в исполнении адвоката окончательно вывел из себя судью. Представление адвокат решил продолжить в канцелярии суда. Но полиция, приехавшая на вызов, концерт оборвала. Рюкзак с реквизитом изъяли. Выступление закончилось и затянуть рассмотрение ходатайства получилось. Слушать дело продолжат в пятницу. Богдан Вербицкий, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Конфликт силовых структур набирает обороты. Генеральная прокуратура вызвала на допрос двух агентов Национального антикоррупционного бюро. В ГПУ хотят знать детали совместной операции НАБУ и СБУ, установить правомерность использования ими спецсредств. А также выяснить, как агенты получили доступ к гостайне. В свою очередь в НАБУ заявили о срыве семи секретных операций с использованием агентов под прикрытием. И все якобы по вине СБУ. На ссоры силовиков уже отреагировали в парламенте. В Верховной Раде заявили, подобные конфликты недопустимы, особенно учитывая коллапс следствия. Поскольку Генпрокуратура эти полномочия утратила, функционирует и часть дел должно взять на себя НАБУ. Поэтому нардепы вызывают всех на ковер. Мы считаем непрепустимым конфликты, сварки и ворожничество между правоохранными органами. Наголошую, все они без исключения должны бороться за борьбу зі злочинностью и коррупцией, а не за рахунок публичных заяв заниматься самопіаром и обвинувачами на адресу других правоохранных структур. Поэтому я хотів би звернутися до вас, Андрій Володимирович, терміново запросити до Верховної Ради керівників Генерального прокуратури, Служби безпеки України, НАБУ, САП, заслухати їх та поставити їм запитання. Политики сегодня осудили блокування телеканала «Ньюзван». Напомню, радикалы второй день продолжают перекрывать входы в здания. В Национальном союзі журналистов при этом отмечают, что давление на СМИ в Украине только усиливается. Растет и количество пострадавших журналистов. Подробнее в нашем материале. Десятки людей в балаклавах, костры, входы в здания телеканала перекрыты мешками с песком. Нас полиции заявляют, до сих пор решают, по какой статье квалифицировать блокаду медиаресурса. Пока никаких нарушений со стороны радикалов не обнаружили. Тем временем в соцсетях парламентарии, политологи, юристы и медийщики резко раскритиковали действия протестующих. Отреагировал на блокирование канала и президент Петр Порошенко. При этом глава государства подчеркнул, что давление на СМИ недопустимо, особенно физическое. Эксперты же говорят, что в Украине свобода слова под прицелом, политическим. Часто журналисты подвергаются угрозам и физическим расправам. В этом году зафиксировано 85 случаев избиения представителей СМИ. Из них 5 только в прошлом месяце. У нас системная безкарненность за злочины против журналистов. У нас отсутні прецеденти эффективних расследований и покарань винных за переследование журналистов. Тому мы постійно говоримо від одной напруги навколо одного засоба массовой информации до другой. В сентябре прошлого года произошла атака и пожог редакций подробностей. Несколько радикалов в масках прорвались в здании телеканала. Они подожгли несколько кабинетов и студию. Пострадала одна журналистка. Спасателям в короткие сроки удалось локализовать возгорание. Редакция провела собственное расследование, установив личности нападавших. В нацполиции тогда открыли дело по статье «Умышленный поджог», после чего СБУ переквалифицировало его в теракт. Когда у нас была реальная загроза жизни журналистов, когда реально горел этот телеканал, завдание полиции провести належное расследование и покарать полиев, покарать тех, кто створяет насколько небезопасную ситуацию. Оскільки зло не покарано, то, соответственно, мы и видим, что на сегодня довольна можно будь-який засоб массовой информации блокировать. Но прошло уже больше года после тех событий, а виновных и наказанных до сих пор нет. Александр Васильченко, Даниэль Косаковский. Подробности. Телеканал Интер. Украинские военные отбили атаку диверсантов на Светлодарской дуге. После боя нападавшие бежали, бросив одного убитого и двух раненых. Кроме того, боевики обстреляли Травневое, несколько домов разрушены. Это село еще недавно контролировал противник. Теперь же украинские армейцы везут туда стройматериалы и гуманитарную помощь. Наш военкор Ирина Баглай пообщалась с жителями. Я выскочила на улицу голая и босая. И не знаю, что мне делать. Стала кричать. Разрыв мины и крышу в доме Валентины Андреевны разнесло в щепки. Она чудом осталась жива. На крик женщины сбежались соседи. Пришел врач. Накачал меня таблетками. Бабушка, ты заснешь. Я пришла, тут все, груда. Ни туда не пойти, ни туда не пойти. Такая же беда у супружеской пары в доме через дорогу. Я спал. Грохот, потолок упал. Бабушка кричит. Чуть ее там не привалило. Один из хвостовиков 120-й мины. То, что попало в дом тут по соседству. Доломитные и Гульмовские соседние села, контролируемые боевиками. С их стороны зафиксировали обстрел военные. Вот был прилет. Вот по направлению, получается, вот Доломитные. С этой улицы села Травневого уже хорошо на горизонте просматривается Гульмовская промзона. Это укрепрайон боевиков. Там они держат свою тяжелую технику, артиллерию. Передвижение техники. Каждый день там прогоняют технику. Чутые голоса, крик. Передвижение особого склада. Блокпост. Это два здания. Белый и двухэтажный. Это красный. Техника КАМАЗа, БМП. Танк есть. Там уже точно знаю. Там у них уже есть бункера. Да, они уже подготовлены. Пять мин в сторону Травневого выпустили боевики этой ночью. Обстрелы здесь регулярные. Целеста в основном наемники из стрелкового по позициям. Затем переключаются на село. По селу большинство противника, как ПК, так и ДШК крупной калибрины, 12-7. В нашу сторону противника. По селу? Да, именно по селу. В самом селе нет ни магазинов, ни аптеки. Жители Травневого ходят в ближайший поселок, Гольмовский. А там и до Горловки рукой подать. На этой дороге между блокпостами безоружные попали под огонь. Боевики, прикрываясь людьми, стали стрелять по украинскому блокпосту. Видите, с Гольмом спускались вниз. Там сразу, я так понимаю, их там не пускали. Мы их почали потом пытаться. Они сказали, что их не пускали. Спочатку потом сразу всех забрали и они пошли вниз. Там на велосипедах двое было и остальные пешки шли. Мы не могли открыть вагань, так как они шли гражданскими вниз. Наблюдательная миссия зафиксировала разрушение. Уже завтра военные планируют завести в село стройматериалы и помочь людям восстановить дома. Ирина Боглая, Андрей Костюк, Евгений Малярчук из Донецкой области. Подробности в телеканал Интер. НАТО продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил генсек-альянса Йенс Столтенберг. Он рассказал о встрече с президентом Петром Порошенко на прошлой неделе у себя дома, во время которой лидеры обсуждали вызовы, стоящие перед Украиной, в частности, на востоке страны. Столтенберг еще раз заявил о решительной поддержке территориальной целостности Украины. Репетиция войны. Самое масштабное учение в истории начали сегодня США и Южная Корея. Как говорят военные, в Вашингтоне и в Сауле хотят показать Ким Чен Ину, что им есть чем ответить на ракетные пуски, если придется. Как отреагирует КНДР, Дмитрий Анопченко задавался этим вопросом. Это не преувеличение. Стартовавшие сегодня маневры под кодовым названием «Бдительный АС» действительно самые масштабные в истории. В район учений перебросили 230 современнейших самолетов, включая истребители-невидимки F-22 и F-35. В наземной группе поддержки 12 тысяч американских военных сейчас задействованы, включая офицеров ВМС и морскую пехоту. А еще, как сообщают южнокорейские СМИ, до пятницы, пока будут длиться учения, Соединенные Штаты перебросят сюда знаменитые сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B, Lancer, головную боль для режима Кима. Ведь они способны прорвать противовоздушную оборону Северной Кореи, двигаясь на сверхмалых высотах. На этом фоне особенно тревожно выглядят заявления, мол, мир как никогда близок к войне с Северной Кореей. И озвучивают эти месседжи не только в Пхеньяне, что в принципе понятно и предсказуемо, но и в Белом доме. Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер дал на выходных откровенное интервью Fox News, в котором заявил, риск войны с КНДР возрастает с каждым днем. Сказал, кроме военного решения северокорейской проблемы, пока еще остаются и другие методы, но времени все меньше. И, как признаются военные эксперты, нынешние воздушные маневры у границ КНДР могут быть не только и не столько попыткой показать Северной Корее силу, сколько детальной отработкой возможной военной операции. А политологи жалуются и в прессе, и в соцсетях. Дескать, нынешней администрации выгодна напряженность с КНДР. Пока взгляды американцев к Северной Корее прикованы, меньше внимания к внутриполитическим проблемам и скандалам. К тому же делу Флина. В этом есть логика, но это только часть правды. Важнее другое. Стремясь к урегулированию через давление на КНДР, через блокаду и санкции, Соединенные Штаты военного решения не исключают. И в Пентагоне просто обязаны к нему готовиться. Чем и будут заниматься всю эту неделю в небе над Кореей. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Решающая неделя для Великобритании. Лондон и Брюссель пытаются сдвинуть с мертвой точки переговоры по Брекзиту. Несмотря на позитивные прогнозы, добиться успеха сегодня не удалось. Но прогресс очевиден. Кому пришлось уступить и какие еще проблемы остаются неразрешенными, Светлана Чернецкая из британской столицы. Переговоры по Брекзиту продолжались всю ночь. И для Лондона и для Брюсселя это переломный момент. Ведь если компромисса достичь не удастся, переговоры можно считать провальными. И похоже, точки соприкосновения все же нашли. Британия пошла на уступки в двух вопросах. Во-первых, увеличила сумму отступных до 50 миллиардов евро. Во-вторых, гарантировала права граждан ЕС, проживающих в стране. Но самые ожесточенные дебаты вызывает третий вопрос. Граница между Северной Ирландией и Ирландией. Сейчас ее нет. Страны объединяет европейский закон. Но все может измениться после Брексита. Когда Ирландия останется в ЕС. А Северная Ирландия, как часть Великобритании, покинет Союз. Британский премьер Тереза Мэй сегодня в столице ЕС. Для встречи с ней президент Европейского совета Дональд Туск даже отменил запланированную на эту неделю поездку в Израиль. Также Мэй отобедала с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Это финальная встреча. И ее главным результатом должно быть решение о готовности перейти ко второму этапу переговоров – торговому соглашению. Несмотря на все наши усилия и значительный прогресс, достигнутый за последние дни по трем ключевым вопросам, мы не смогли достичь полного соглашения. По некоторым вопросам у нас все еще остаются разногласия, требующие дальнейших переговоров. Но я уверена в позитивном исходе. Ну а пока правительство проявляет чудеса уступчивости в Брюсселе, в Лондоне плетется заговор. Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, делает все для отмены Брексита. Мол, британцев жестоко обманывали перед референдумом, обещая лучшую жизнь вне ЕС. Блэр уверен, стране необходим второй референдум по выходу из ЕС. Особенно сейчас, когда люди видят, чем может обернуться Брексит. Лейборист Тони Блэр продержался три срока в кабинете на Даунин-стрит-10 и сейчас задействовал все рычаги, чтобы не допустить развода с Брюсселем. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Это подробности и далее в нашей программе. Холодный протест в Одессе. Жители микрорайона перекрыли дорогу, чего добились. Уроки коррупции маме-школьнице из Трусковца пришлось бежать из города, кто угрожал. Десятки ДТП, тысячи людей без света, километровые заторы. Все из-за снега в западных регионах. Традиционная для зимы погода привела к полному коллапсу сразу в нескольких областях. Как спасались, давайте посмотрим. Самая сложная ситуация в Закарпатье. Горные дороги замело. На трассе Киевчок выстроились очереди с фур. Чтобы помочь водителям, спасатели снарядили тягачи. К утру с заносами справились, движения возобновили. Но на горных участках дорог до сих пор работает техника. Из-за налипания мокрого снега десятки деревьев падали на машины и провода. Без света оказались около 40 населенных пунктов. Аварийные бригады обещают восстановить электроснабжение до утра. С тем больше у нас были ускладнения для руха вантаживок на Абраньском перевале Воловецкого района. Там и до сих пор продолжают буксировать автовки. Дорожники расчистили полотно, посыпали его песчаной сольовой сумочью. Рух автовок действуется в нормальном режиме. В Черновицкой области также повреждены линии электропередач на дорогах заторы. Одно из деревьев упало на спортивную площадку местной школы. Мы благодарны Богу, что случилось во время выходного дня, когда нет детей. Только за выходные из-за непогоды зафиксированы десятки ДТП. Есть пострадавшие и погибшие. Сегодня легковушка въехала в маршрутный автобус. Водитель легкового авто вез людей из монастыря. Он погиб на месте. До границы с Румынией образовались заторы. Спасателям приходилось вытаскивать машины из сугробов с помощью тросов. В связи с большим выпадением и налипанием мокрого снега водитель транспортного засоба не мог подолать значительный подъем. Наши подраздели залучались 7 разов. В Львовской области из-за снегопада пришлось ограничить движение грузовиков. На одну из трасс перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Водитель не справился с управлением. В салоне было около 30 пассажиров. Трое из них оказались в больнице. В целом, в течение года рейсователи совершили боксирование 58 одних транспортных засобов. Это 51 вантаживка, 5 легковых автомобилей и 2 автобусы. В основном, на перевалах Львовской области, наразе там полностью обеспеченный проезд. Спасатели предупреждают. Существует угроза схода лавин. Поэтому просят всех воздержаться от поездок в горы. Ольга Поломарюк, Галина Якушко, Марина Коваль. Подробности. Телеканал Интер. Ледниковый период в отдельно взятом доме в Запорожье. Жители девятиэтажки больше месяца мерзнут в своих квартирах. Причем к отоплению дом подключен и никаких аварий там нет. Так почему же батареи холодные, выяснял Сергей Бордюжа. Жильцам этой панельной девятиэтажки не позавидуешь. В квартирах холод, сырость и плесень. Видите, что творится? Вот это все из-за влажности. Это все влажное. Поэтому они вкладывают обои, вот все. И там уже начинается грибок. Плесенью покрыты не только стены и пол, но даже комнатные цветы, говорит Ирина Бунчук. Батареи холодные до сих пор. Если женщина хоть как-то греется газом на кухне, то сосед-пенсионер снизу вынужден экономить. А как? Не только в день, и вечера, и днем, и вечером, и утром одеваемся вот так вот. Считаю, что спим. Ну, уходи же, постоянно спим. Это, конечно, не все. Ледниковый период устроила соседка с первого этажа. Перекрыла стояк отопления и укатила на заработки за границу. Ключи от квартиры никому не оставила, а согласие на скрытие квартиры не дает, жалуются люди. Игнорируют просьбу о помощи и чиновники. Рада администрация была здесь, те представители были здесь, те старые были здесь. Постояли, поговорили, и на этом мы разошлись. Юристы говорят, просто так попасть в чужую квартиру и открыть вентили на стояке коммунальщики не могут. Но вариант есть. То есть, в принципе, ничего не мешает обратиться балансодержателю вместе с теплопоставляющей организацией в суд и получить решение суда, либо определение суда о принудительном входе в жилье. Почему никто не спешит дать людям отопление, мы попытались выяснить у чиновников. Те отвечают, о холодных батареях знают, над вопросом работают. Но все-таки была надежда решить это нормальным путем, то есть найти каких-то родственников, знакомых, друзей, а дальше уже, так сказать, зайти в эту квартиру и запустить отопление. После общения с нами чиновники пообещали обратиться в суд за разрешением на скрытие квартиры. А пока просят замерзших жильцов еще потерпеть. Сергей Бордежа, Игорь Воробий, подробности, телеканал Интер, Запорожье. А в Одессе замерзают жители целого микрорайона. В их домах до сих пор нет отопления. Сегодня люди перекрыли дорогу, блокировали ее в течение всего дня. Помогло ли, расскажет Андрей Анастасов. Микрорайон Шкодова гора на окраине Одессы. 16 многоквартирных домов. Рядом нефтеперерабатывающий завод. Ранее именно он обеспечивал квартиры теплом. Но сейчас котельное предприятие заморожено. Заморожены в переносном смысле и местные жители. В их квартирах всего 10 градусов тепла. В комнатах сыра, на стенах грибок. Помимо того, что нет тепла, мы еще сидим без освещения, без электроэнергии. Потому что все пытаются обогреться за счет электричества. Старое ТП выбивает. И в результате у нас нет ни тепла, ни света. О том, что может возникнуть такая проблема, люди предупреждали местных чиновников еще в июле. В ответ раз за разом те обнадеживали. Отопление микрорайон будет обеспечен. Обещали в октябре, ноябре. И вот декабрь. Ждать больше нет сил. В отчаянии одесситы перекрыли дорогу. Требуют запустить котельную. Пропускают только маршрутки и экстренные службы. У меня дети болеют уже больше месяца. То одного температура, то второго температура. Приходится греться чем можем. Весь дом в плесени уже. Это никуда не годится. На трассе тут же образуются километровые заторы. Между водителями и участниками акции то и дело вспыхивают конфликты. Пожалуйста, пропустите. Я спешу на работу. Пропустите. Давай назад. Я тебе тоже говорю. Я тебе серьезно говорю. Ты видишь, у меня ребенок здесь стоит. Давай дуй. На место прибывает представитель райадминистрации. Говорит, загвоздка в столичных чиновниках. Там целый список министерств и ведомств. Дескать, они должны разрешить с юридической точки зрения использовать конфискованную котельную. Должно быть, так сказать, юридическое право. Так и людям что сейчас делать? Ну как что? Сдать, ждать, надеяться. Дорогу одесситы блокировали весь день. До наступления темноты. Сказали, эта акция предупредительная. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Школа выживания. В Львовской области маму одной из учениц буквально выжили из города. По крайней мере, так утверждает она сама. Чем не угодила и кому? Галина Якушко выясняла подробности. Это достаточно большие деньги для руссковчан. Конкретно было сказано. Вы делаете этот класс за свой рахунок. Хотите, чтобы ваши дети учились в хороших условиях? Сдавайте по 500 гривен. Такой ультиматум поставили родителям первоклассик в Трусковецкой школе номер 3 еще в начале учебного года. Родители взбунтовались. В итоге деньги выделили из бюджета. Помещение отремонтировали, но потом класс расформировали. Спустя три месяца одной из мам пришлось покинуть город. Ольга рассказывает, неугодных подвергли настоящему гонению. Женщина перебралась во Львов. Третья школа за последние 10 месяцев получила из бюджета примерно миллион гривен. Но дирекции денег не хватает. Поэтому в учебном заведении работает благотворительный фонд. Деньги в него сдают якобы добровольно. А ситуацию с переездом одной из мам здесь комментируют так. Я не понимаю, почему она забрала из школы. Она сначала говорила, что хотела купить квартиру. Потом у них что-то не вышло, она снимала тут квартиру. То есть с поборами вы это не пояснили? Нет, нет, нет. Какие поборы? 452 тысячи – это ударная установка, пополнение библиотечного фонда, микрофон, низкотемпературная шафа, мясорубка, шафа, посудомойка. Директор департамента образования Львовской облгосадминистрации говорит, средств, выделенных на Трусковецкую школу, вполне достаточно для ремонта и других нужд. И собирается приехать туда лично с проверкой. Поговорить с директорами и с міськой радой, власне, что до реализации норм закона Украины про освіту, и обовязково подозринувся с коллективом, чему так сталося. Что касается Ольги, то в новой школе она тоже не намерена терпеть добровольно-принудительные взносы. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интервивовская область. Мэр Львова сегодня побывал в СБУ. Давал объяснения по поводу карты, где были обозначены так называемые ДНР и ЛНР. По словам самого Андрея Садового, его вызывали в качестве свидетеля. Скандал, напомню, разгорелся на прошлой неделе после форума безопасности, который проходил во Львове. Его участникам показали интерактивную карту, на которой были представлены так называемые республики. В пресс-службе форума тогда объяснили, что обозначили оккупированные территории Украины, Грузии и Молдовы с указанием количества российских войск в каждой из этих стран. Бывшие каталонские министры выходят на свободу. Верховный суд Испании освободил под залог нескольких членов правительства Пучдемона. В Брюсселе тем временем слушали дело каталонского лидера. Что решил суд? Расскажет Елена Абрамович. Судебное слушание по делу Карлоса Пучдемона началось в 9 утра. Испанские власти ждут от бельгийского суда экстрадиции каталонского лидера. Мадрид обвиняет его и нескольких остраненных от власти каталонских министров, которые также скрываются в Брюсселе, в организации бунта и хищения государственных средств. Бельгия получила от Испании европейский ордер на их арест. Однако бельгийский суд отпустил политиков на поруки. Сегодня судья в Брюсселе заслушал доводы сторон и взял время на размышления. Обвинения в европейском ордере на арест не являются преступлениями в соответствии с законами Бельгии. А в случае экстрадиции Испания имеет недостаточных гарантий для справедливого судебного разбирательства по всем требованиям международного европейского законодательства. Судья рассмотрит эти аргументы и вынесет свое решение 14 декабря. И если суд примет решение об экстрадиции, Пучдемон и его соратники смогут еще месяц оставаться в Бельгии, подавая апелляции. Параллельно каталонский лидер ведет предвыборную кампанию. 21 декабря в регионе должны состояться местные выборы. Больше возможностей агитировать теперь и у других, отстраненных от власти каталонских политиков. Верховный суд Испании отпустил под залог в размере 100 тысяч евро шестерых из восьми бывших членов правительства. Под стражей оставили экс-вице-президента и бывшего главу МВД. Объяснили, есть риск повторения преступлений. Масштабные протесты с требованием освободить полиц заключенных не стихали в Барселоне неделями. В воскресенье на концерт-демонстрацию собрались тысячи сторонников независимости. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Йемене убит бывший президент Али Абдалу Салеха. Застрелили в столице во время столкновений между его сторонниками и мятежниками-хуситами. Видеозапись, на которой запечатлен человек, похожий на бывшего президента, со смертельным ранением в голову, показал телеканал Аль-Арабия. По неподтвержденным данным, дом экс-главы государства взорвали, а сына арестовали. Салех был президентом Йемена 30 лет, ушел в отставку в 2012-м в результате революции, известной как Арабская весна. В последние годы в Йемене продолжается конфликт между официальными властями и военизированными формированиями хуситов. Опасные посылки в Германии неизвестны. Шантажируют крупнейшую компанию по доставке. Требуют огромный выкуп. Сколько хотят и чем угрожают? Татьяна Лагунова подробнее. В здании правительства земли Тюрингия сегодня был настоящий переполох. На адрес ведомства пришла подозрительная посылка, внутри которой якобы находилась ручная граната. Здание эвакуировали, а спустя несколько часов полиция сообщила, тревога оказалась ложной. В пакете вместо гранаты нашли свернутые в рулон каталоги. Излишняя бдительность сотрудников ведомства объясняется просто. В Германии неизвестные уже несколько дней шантажируют крупную логистическую компанию. Требуя выкуп миллион евро. Если компания по доставке не выплатит эту огромную сумму, вымогатели грозятся рассылать посылки с опасным содержанием. В прошлую пятницу похожую посылку получили сотрудники одной из аптек в городе Потсдам. В пакете был металлический цилиндр, начиненный гвоздями и петардами. Местные силовики испугались возможного теракта и эвакуировали расположенную рядом с аптекой рождественскую ярмарку. А позже в пакете нашли послание от шантажистов. Когда мы обезвредили содержимое пакета, то обнаружили в нем зашифрованное сообщение. Оказалось, что бандероль отправили с целью шантажа компании. Сколько всего опасных посылок и кому их уже отправили, можно только предполагать. Немецкая полиция обратилась к гражданам с просьбой быть крайне осторожными. И ни в коем случае не открывать бандероли, если, например, отправитель не знаком или вообще не указан. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкая. Бюро телеканала Интер. Зачем Венесуэле новая валюта? Каким предложением? Огорошил коллега австралийский депутат. И что сложнее, угнать феррари или заправить ее? Об этом и не только в нашем обзоре. Президент Венесуэлы сообщил о создании национальной криптовалюты. Уже и название придумал «Эль Петро». Цифровые деньги, по мнению Николаса Мадуро, помогут государству преодолеть финансовый кризис. Сейчас инфляция в стране составляет почти 700%. Наличными в банкоматах в день можно снять 10 тысяч боливеров. Этого едва хватает на пару чашек кофе. Австралийский депутат Тим Уилсон сделал предложение руки и сердца своему бойфренду. Да не где-нибудь, а в парламенте во время обсуждения легализации однополых браков. Обескураженный предложением партнер сначала растерялся, но сказал «да». Будущих молодоженов присутствующие поддержали аплодисментами. Дату свадьбы пара не называет, ведь гей-браки парламент еще не одобрил. Бриджит Макрон стала крестной мамой первой панды-француженки. Четырехмесячную кроху назвали Юань Мень, что в переводе с китайского мечты сбываются. Родителей малышки Пекин презентовал Парижу пять лет назад. Здесь она пробудет три года, а затем поедет в Китай. Стране принадлежат права на всех рожденных в мире панд. И подарком Поднебесная обычно демонстрирует знак особого расположения. В Калифорнии разоблачили угонщика машины. Незадачливый вор не знал, как заправить свой трофей белой Феррари. Мужчина бегал вокруг спорткара с канистрой, но бензин все время проливался на асфальт. Работники станции вызвали полицию. Позже правозащитники выяснили. Машину угнали две недели назад. За это время новому владельцу удалось сломать коробку передач, поцарапать кузов и перебить номера на двигателе. Ловкость ног и никакого мошенничества. В пятницу старшеклассница из Хьюстона в Твиттере показала трюк. Постучала руками по невидимой коробке, поставила на нее ногу и перешагнула. Таким образом запустила всемирный флешмоб. Пользователи сети вызов приняли. Но повторить трюк удалось мало кому. Домашние фокусники либо падали, либо совсем не могли сдвинуться с места. Больше новостей на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра.